Каждый год на дороге Новосибирска выезжают тысячи новоявленных водителей. При этом, как ни парадоксально, купить новое авто чуть ли не легче, чем обзавестись водительским удостоверением. Одна из причин этого – необдуманный выбор автошколы. Именно поэтому герои нашего следующего материала вроде бы и платили вовремя, и посещали занятия, но до заветных корок так и не доехали. Почему? Подробности в сюжете корреспондента программы Николая Сальникова. В январе 2014 Татьяна Внучкова и Тимур Романов дружно подписали договоры с «Вираж плюс». Уже через несколько дней в истории их взаимоотношений с автошколой прозвучал первый тревожный звонок. 16 января в новостях пришла информация о том, что была отозвана лицензия у данной автошколы. Когда я обратилась по этому вопросу, мне было ответственно, что у нас все в порядке, все нормально, мы продолжаем свою работу. Время шло, теория читалась, а учебные автомобили «Виража плюс» выкатывали километры под управлением кандидатов в водители. Однако для любого учащегося важен не столько процесс, сколько его результат. Это успешная сдача экзамена и получение прав. В апреле у нас должен был быть внутренний экзамен и уже экзамен в ГАИ, на что нам говорили то, что не готовы документы, пока еще вы не зарегистрированы, будет через неделю, будет на следующей неделе, кормили на завтраками. В конце концов, в начале мая мы сами позвонили на Бородина, там где сдает экзамены. Нам сказали, что автошколы «Вираж плюс» вообще здесь нету нигде никак, в никаких планах она не стоит, обращайтесь обратно в автошколу. В результате жалобы и заявления пошли гулять по инстанциям. Ну и понятное дело, наши герои разносили их, будучи пешими. После этого с нами автошкола прекратила всякие контакты. Нам говорили, вы написали в прокуратуру, ожидайте ответа. Все. С экзаменами автошкола не торопилась, видимо, решая другие проблемы. В учреждении отсутствовали документы на право распоряжения автомобилями, на которых отрабатывались навыки практического вождения. И также не были предоставлены документы на мастеров производственного обучения. В результате у владельцев бизнеса появился ряд предписаний для устранения нарушений. Но никто из них об этом и не думал беспокоиться. Учреждение не предоставило нам отчет об исполнении предписания. Мы вышли к ним опять с проверкой и установили, что учреждением не приняты никакие меры. Поэтому следующим нашим шагом было запрет приема в организацию. С 15 декабря в эту организацию прием был запрещен. А посему все, кого любезно принимали в ряды этой автошколы после 15 декабря, априори не имели шансов сдать экзамены на права в ГИБДД. Факт продолжения приема учеников не остался незамеченным. 19 июня лицензия на ведение образовательной деятельности у Виража Плюс была аннулирована. Если же заглянуть в недалекое прошлое, то становится очевидным, что с законом эта компания уже давно не в ладах. В 2011 мы рассказывали о прародителе этой фирмы. После того, как прошло 2-2,5 месяца, до меня оказалось, что я отучилась только теории. И вождение у меня еще на тот момент не началось. И по сей день я обучаюсь вождению. Но когда я спрашиваю у руководства, когда все-таки будут экзамены, мне на этот вопрос точно никто не может ответить. Образовательная коллизия трехлетней давности возникла из-за приостановки действия лицензии. Правда, тогда автошкола ее не лишилась, а просто не успела вовремя продлить. Выходы из такой ситуации два. Либо ждать, когда лицензионная индульгенция вновь появится на столе директора школы, либо идти учиться заново в другую кузницу автокадров. Были такие случаи, что курсант звонит или обучающий звонит, что не можем идти на экзамены, потому что у школы нет лицензии. Поэтому оказывали помощь. Они просто к нам записываются. Мы прикладываем все документы, перечень документов, необходимых для сдачи экзаменов. И курсанты идут сдавать экзамены в ГАИ. Третьего здесь не дано, потому что по новым нормам понятие водительской самоподготовки вышло за рамки правового поля. Непосредственно уже кандидаты в водители должны для сдачи квалификационных экзаменов предоставить документы, в числе которых входит в том числе и свидетельство об окончании автошколок. Если такие документы не предоставляются, то в этом случае мы принять экзамены у такого кандидата не можем просто вообще. В сухом остатке следующее. Если вы решили пойти на курсы подготовки водителей, есть смысл полюбопытствовать состоянием лицензии у вашего автошкольного патрона на сайте Минобразования. Ну и разумеется, реальным показателем качества обучения служит статистика аварийности. Эта информация также не носит грифы секретности. Мы на сайте все опубликуем раз в полгода информацию о том, какой процент водителей совершил дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими или погибшими от общего количества обучившихся в конкретном развивательном учреждении людей. Ну и как говорится, желаем вам ни жезла, ни гвоздям.